МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. Об основных событиях в четверга вам расскажут наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Все лучше и лучше. В Чебоксарах открылась научно-практическая конференция, посвященная качеству. Здравствуй, юность в сапогах. В Чебоксарах появилась первая кадетская группа дошколят. Все свободны. Каковы нюансы отмены мобильного рабства? В эти дни в Чебоксарах проходит 9-й межрегиональный форум стратегии и практики успешного бизнеса. И 15-я республиканская научно-практическая конференция, приуроченная Всемирному дню и Европейской неделе качества. Представители бизнеса, власти, эксперты в течение двух дней будут работать на нескольких тематических площадках, обсуждать проблемы в области качества и выстраивать стратегию, конечным итогом которой станет повышение качества продукции и услуг. Первый день форума начался с пленарного заседания, в котором участвовал и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Проблема качества – ключевой аспект. Касается абсолютно всех сторон жизни и абсолютно каждого. Это осознают, пожалуй, все участники 9-го межрегионального форума. Это более 500 человек из разных регионов страны. Тенденция в мире такова, что качество жизни меняется, а вместе с тем растут запросы людей, подчеркивает в приветственном слове глава Чуваши Михаил Игнатьев. Государственная политика направлена на сегодняшний день в создание благоприятной среды для тех производителей, которые на самом деле производят качественные товары или продают эти услуги. Можно сказать, и это в сфере образования, в сфере здравоохранения. В особенности эта тема актуальна на сегодня и в среднесрочной и долгосрочной перспективе в сфере жилищного и коммунального хозяйства. На пленарном заседании бизнесмены, чиновники и эксперты обозначают болевые точки на пути к качеству. Тема одинаково звонко звучит как в российских регионах, так и в зарубежных странах. К примеру, в Японии, где сделано многое в области качества. Но жители страны восходящего солнца лишь выглядят счастливыми, признается участник форума Хамана Митихиро. Сейчас в нашем рынке, в нашей жизни идет очень жесткая борьба снижение себестоимости. Уже больше 10 лет в экономике Японии происходит процесс дефляции. Но, наверное, вам очень трудно представить себе вещь такой, вот, дефляция. Постоянно снижаются цены. Практически все цены. В первую очередь зарплата. Постоянно снижаются себестоимости. Иначе ты не можешь выжить в этой жесткой конкретности. И с другой стороны, поддержать уже превратительный уровень качества. Проблемы и перспективы в сфере качества участники форума обсудят на нескольких площадках. Как создать бережливое производство, улучшить работу властей и целых отраслей. Вот только некоторые заявленные темы. В качестве экспертов выступят представители различных институтов страны, специализированных центров, Роснано и не только. По традиции, в рамках Дня качества награждают лауреатов конкурса. Вручают знак марка качества. Премию главы Чуваши в области социальной ответственности получает и комбинат автофургонов. Наверное, это еще дополнительная ответственность нас накладывает, что в дальнейшем поддерживать этот уровень и постоянно его повышать. Форум завершится экскурсией по предприятиям, которые успешно внедрили системы менеджмента качества. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. В клеточку, горошек, полоску или даже цветочек однотонные разноцветные на одном из предприятий Новочбоксарска. По современным технологиям шьют мужские сорочки. Моделью успешного бизнеса заинтересовался глава Республики. Таскать тяжелые рулоны, ткани и орудовать ножницами за столом для раскройки больше не приходится. Оборудование экономит работникам не только силы, но и время. Такими достижениями прогресса на этом производстве пользуются уже около года. А сама фабрика одевает мужчин Чуваши уже больше 20 лет. Кстати, предприятие снабжает население не только рубашками самых разных фасонов, но и рабочими местами. По данным за 2013 год, здесь работают более двух сотен человек. Глава региона поинтересовался их зарплатой. В среднем специалисты фабрики получают не менее 20 тысяч рублей. Как известно, Новочбоксарск вошел в федеральную программу поддержки моногородов. Что сделано в этом направлении, обсуждали на специальном совещании. Моногород – населенный пункт, жизнь которого практически полностью зависит от крупного градообразующего предприятия. Новочбоксарск как раз относится к их числу. Для поддержки таких городов в России действует специальная федеральная программа. По ней городу-спутнику выделили более 2,5 миллиардов рублей. Их город тратят на развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры. Это строительство водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Развивается малый бизнес, сокращается очередь молодых семей на улучшение жилищных условий. Впрочем, отметил глава республики, остались и проблемы. К примеру, на рынке строительства жилья нет достаточной конкуренции. В Чувашии выявлены новые факты противоправной деятельности главы администрации Маринско-Посадского района Юрия Моисеева. Следственное управление Следственного комитета возбудило три новых уголовных дела в его отношении. Это два эпизода злоупотребления должностными полномочиями и один факт мошенничества. Подробности расследования прокомментировал старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Чувашии Олег Дмитриев. По версии следствия, в 2011 году он вынудил руководителя одной из местных организаций под угрозой создания ему неблагоприятных условий в работе продать ему земельный участок, расположенный на берегу Волги в городе Маринском Посаде. При этом ранее этот земельный участок находился в собственности как раз этой коммерческой организации. Через год он обеспечил победу своего подчиненного в аукционе по продаже земельного участка, который находился по соседству с тем участком, который он ранее незаконно приобрел у коммерческой организации. Кроме того, в ноябре 2012 года он получил через своего подчиненного от местного предпринимателя 1 тысячу долларов в качестве спонсорской помощи на празднование 400-летия дома Романовых в Маринском Посадском районе. Однако полученные денежные средства обратил в свою пользу и по целевому значению не использовал. На данное время все три уголовных дела соединены в одно производство. Юрий Моисеев заключен под стражу, а на его имущество наложен арест. К другим темам. Их становится все больше. В Чувашии заработала первая кадетская группа дошкалят. Зачем малышам нужны военные знания? Этим вопросом задалась моя коллега Олеся Русакова. Им по 5-6 лет. Кто-то устал от долгого ожидания, кто-то позирует, а кто-то растерялся. Еще бы! Такое важное занятие. Ведь утро у будущих кадетов начинается с построения. Потом ребята торжественно поднимают флаг. Это делают лучшие воспитанники группы. Смирно! Равняйсь! Орешниковица поднять флаг! Здесь поднять флаг! По программе кадетского движения дошкалят ждут встречи сотрудниками полиции с военными. Они будут участвовать в различных соревнованиях. В расписании строевая подготовка, азбука здоровья и даже хореография. Словом, у кадетов повышенная физическая нагрузка и активный отдых. В проведении игр «Зарница», «Орленок» планируется сотрудничество со средней школой номер 36 города Чебоксары, близлежащей школой, где имеется кадетский класс, имеется музей боевой славы. Ходить воспитанники будут в особой кадетской форме. Причем как мальчики, так и девочки. Для девочек будут белые блузки, под ним будет жакет, красная юбочка, белые колготки. Для девочек еще будут препараты бантики и китик, головной убор и у мальчиков, и у девочек. А для мальчиков шьются то же самое, что и у девочек жакетики, белая рубашка, брюки и туфельки. То, что профессия военного трудная и опасная, от ребят не скрывают. Напротив, стараются показать все детали. Среди юных кадетов много девчонок. Как это ни странно, их тоже привлекает эта профессия. Я хочу быть медсестрой, чтобы лечить военных. Я хочу быть военным. Вот я буду генералом, как мой дедушка Павлик. Хочу быть военным врачом, лечить солдатов. Вот мой самолет. Называть ребят кадетами можно будет после торжественной церемонии посвящения. Она запланирована на середину декабря. А это значит, что остается только две недели, чтобы подготовиться к самой ответственной минуте своей дошкольной жизни – присяге. И они отныне будут жить по особым правилам, которые станут нормой для каждого из них. Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика. В собственности города Чебоксары находятся более 36 тысяч объектов недвижимости и 594 дороги. В ближайшее время планируется их инвентаризация и государственная регистрация прав на них. Выполнять эту работу будет городское управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. До конца года организация планирует провести как ремонт и реконструкцию городских дорог, так и разработать технические паспорта на собственность. К сведению, в этом году на строительство дорог из различных бюджетов выделено 439,5 миллионов рублей. В 2013 году планируется завершить строительство развязки по Морпосадскому шоссе и базовому проезду, а проспект Яковлева откроют в 2014 году. Ваш номер свободен. Об отмене мобильного рабства в России говорят давно. И вот уже в это воскресенье, 1 декабря, в силу вступят новые правила. Отныне при смене мобильного оператора свой старый номер можно будет сохранить. О нюансах перехода в преддверии эдакого мобильного Юрьева дня журналистам рассказали на пресс-конференции в Мининформполитике. Раз мобильник, два мобильник. Как отметил Дмитрий Медведев, в России 262 миллиона активных сим-карт. То есть практически по два номера на человека. Сложилась такая ситуация, вероятно, в связи с тем, что россияне ищут более выгодные условия и качественную связь. С 1 декабря при смене оператора привычный старый номер можно будет забирать с собой. Стоимость услуги составит не более 100 рублей. А многие операторы и вовсе сделают ее бесплатной, отметили специалисты. Первый шаг. Абонент должен прийти в компанию, куда он желает прийти, написать заявление. В этот момент ему выдают сим-карту. Это сим-карты, нового оператора, это сим-карты. Можно пользоваться, можно не пользоваться по усмотрению абонента. И с момента написания заявления начинается отсчет по времени. Минимальный срок это 8 дней, максимальный 180 дней. Если в течение 8 дней оператор свои обязанности не выполнит, то согласно закону, который на этой неделе подписал Владимир Путин, абонент каждый день просрочки будет обслуживаться бесплатно. Правда, начнет действовать эта поправка только с марта 2014 года. Ряд ограничений есть и для абонентов. Так, с миндеператором с сохранением номера можно будет только в пределах региона. А если кроме федерального номера у вас есть короткий городской, то забрать с собой и его не получится. Кроме того, такой переход возможен только раз в полгода. Но и перед уходом в новую компанию необходимо будет избавиться от долгов перед старой. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарах начинается подготовка к встрече Нового года. В декабре в столице республики пройдет эстафета Олимпийского огня. На сегодня определены основные световые площадки и арт-объекты на центральных улицах и по маршруту движения эстафеты. Разработана концепция новогоднего оформления, где также присутствуют элементы Олимпиады. Единым элементом оформления станут празднично украшенные живые искусственные ели перед предприятиями торговли, социальными учреждениями, крупными организациями города. Большое внимание будет уделено световому оформлению. Подсвечены будут не только кроны деревьев, но и стволы. Дополнительным элементом спортивной темы станут ледовые скульптуры, символизирующие различные зимние виды спорта. Красная площадь превратится в настоящую новогоднюю страну. Вход в волшебную сказку начнется на бульваре купца Ефремова, который будут оформлять необычные светящиеся ворота. Будет установлена резиденция Деда Мороза. Дополнит новогодний городок Каток и ледовая композиция. Кроме того, с 1 декабря начинает свою работу почта Деда Мороза. Маленькие горожане могут написать письмо на тему «Что бы я сделал, если бы был Дедом Морозом или Снегурочкой?» Автором самых лучших работ будут присвоены звания «Маленький принц» и «Маленькая принцесса». Итоги будут подводить 27 декабря. Так что, молодые телезрители, дерзайте! Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова